Я девчонка первокласска, все вокруг глядят мне в свет, говорят, очаровашка, я заклассная, спор умер. Первоклассница Ева Михайлова признается, что к учебе готовилась основательно. Родители купили ей три портфеля и обещали подарить подарок. Но в школу она хотела попасть не из-за этого. Главное для нее это получить знания, ведь в будущем она мечтает стать врачом. В школе я знаю, что очень интересно, я очень хотела туда пойти. Мама сказала, что мне купят куклу, но я не за куклу хочу. Ну, интересно просто в школе, мне кажется. Ну, я люблю математику, чтение. И вот из-за чего я хочу, это мой любимый предмет. Родители признаются, переживали больше детей. Для многих учеба в четвертой гимназии это уже семейная традиция. Ее заканчивали мамы и папы первоклассников, а теперь они привели сюда своих детей. Я еще даже с себя не пришла и стояла уже на линейке, дрожала, можно сказать, очень волновалась. Я не думала, что так будет сильно волнительно. Вроде бы сама отучилась, на линейках была. А тут, когда свой ребенок, очень волнительно. Ну, в эту школу ходил мой муж, его брат, сестра. И очень нравится, школа хвалили. Четвертая гимназия уникальна тем, что в 2008 году здесь был открыт экспериментальный класс для детей с ДЦП. В реализации проекта участвовали ЮНИСЕФ и Министерство образования Дагестана. Сейчас здесь созданы все условия для учебы детей с этим диагнозом. К тому же для комфортного обучения в инклюзивном классе есть и помощник учителя – тьютер. Раньше мы его называли воспитателем, потому что не было такой должности, как тьютер. Это недавно она появилась. А когда мы начинали, мы были первопроходцы. И мы этого человека назвали воспитатель. Он помощник учителя. Потому что есть дети, которые не держат руку. Дети, которым нужно открыть учебник, открыть пенал, достать портфель. Они это не могут на коляске, вывезти в санузел, который не выдерживает продолжительности урока. Его нужно вывести немножко, чтобы он отдохнул. Это все делает вот этот человек. Результат такого эксперимента на лицо дети с диагнозом ДЦП ждут с нетерпением начала учебного года. Ведь здесь их любимые преподаватели и одноклассники. Она мне придает, во-первых, смелости, во-вторых, уверенности. И, в-третьих, всего самого лучшего. И учит меня тому, что я не умел раньше. И тому она мне придает уверенности, силы и добра. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала.